Водные процедуры. 10 преимуществ дает омовение. Ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Из Аюрведы. Введение. Вода колыбель жизни. Она составляет основную массу тела, две трети. В ней разыгрываются все жизненные проявления организма, протекание биологических реакций, транспортировка газов и веществ, передача нервных импульсов, поглощение и передача тепла и различных излучений. И, наконец, она имеет наибольшее сродство к электрону универсальной энергии Вселенной. Два жизненных принципа из трех, слизь и желчь, в своем составе имеют воду. Чем больше организм содержит активной воды, тем интенсивнее жизненное проявление, например, у детей. И наоборот, чем ее меньше, тем слабее жизнь, например, у стариков. Потеря воды в течение жизни наблюдается у всех живых существ, является одним из биологических законов. Поддержанием оптимального количества активной жидкости в организме можно повысить качество жизни и ее продолжительность. Вот почему первыми и главными физиотерапевтическими процедурами являются водные. Грамотное и своевременное применение их очень помогает человеку и, наоборот, неумелое обычно вредит. В истории человечества был период, который наглядно показал, насколько пагубно отражается на здоровье людей несоблюдение элементарных гигиенических правил. Ранние христиане, изратив учения Христа, отвергли гигиенические процедуры, связанные с водой и телом, как бесовские. Люди перестали мыться и заботиться о чистоте тела. Например, королева Испании Изабелла Кастильская, конец 15 века, призналась, что за всю жизнь мылась всего два раза при рождении и в день свадьбы. Дочь одного из французских королей погибла от вшивости. Людовик XIV издал специальный указ, в котором предписывалось при посещении двора не жалеть крепких духов, чтобы их аромат заглушал зловоние от тела и одежды. О простом народе и говорить нечего. От несоблюдения личной гигиены по всей Европе прокатывались такие эпидемии чумы и холеры, что за раз уносили одну четверть ее населения в могилу. Основные механизмы влияния воды на человеческий организм. Нам с вами желательно узнать основные механизмы действия воды на организм человека. Тогда все выстраивается в стройную и ясную систему, что поможет избежать ошибок, которые часто возникают при использовании водных процедур. Множество умнейших людей всех времен рассказывало о применении воды с целью лечения и укрепления человеческого организма. Возьмем их мысли и опыт в качестве отправной точки и разовьем с учетом новых научных данных. Итак, вот что говорили о водолечении древние и современные мудрецы. Отец медицины Гиппократ так писал о воде. Для того, чтобы излечиться и быть здоровым, надо черпать жизненную силу, которая находится в природе. Для этого необходимо прибегать к естественным методам лечения, например, к водолечению. Вода может действовать на тело смачиванием, охлаждением и разогреванием. Вызывает раздражение и реакцию. Влияет механически и химически. Может дать тепло и отнять его. Соленая вода делает кожу теплой и сухой. Гиппократ особенно ценил теплые и горячие ванны. Вот что он писал. Ванны помогают при многих болезнях, когда все другое уже перестало помогать. Применял их как патагонное средство при лихорадках. Говорил, что теплые ванны хороши при болезнях органов дыхания и пищеварения. Успокаивают нервную систему. Устраняют дрожь и судороги. Привносят сон. Галлен утверждал, что стареющий организм надо всячески согревать и увлажнять. Он высоко ценил банную процедуру, которая, по его мнению, улучшала кровообращение. И этим самым повышала жизненный тонус. Авицен написал, что различные упражнения и водные процедуры улучшают кровообращение. Налаживают дыхание и обмен веществ, что весьма влияет на общее оздоровление. Он был горячим сторонником бани. Считаю прекрасным гигиеническим и оздоровительным средством. Умеренное пользование баней, говорил он, помогает при нервных расстройствах, бессоннице. Авиценна прописывал баню при параличе, спазмах с его тела и даже после похмелья. Советовал пропотеть в бане для предупреждения катара верхних дыхательных путей. Жар бани считал он полезен больным плевритом при несварении и слабости желудочно-кишечного тракта, потере аппетита. Сухая баня приносит облегчение больным водянкой и тем, у кого ломит в суставах. Для заболевшего желтухой частое купание в бане – основа всего лечения. Так он говорил. Помогает баня при болях в мочевом пузыре, затруднении мочеиспускания, общей упадке сил. Основоположник хирургии Амбруас Паре, жил в 1509-1590 годы, произвел переворот в лечении огнестрельных ран, отказавшись от применения в ту пору выжигания их кипящим маслом. Он рекомендовал простое и безболезненное лечение. Вот что он говорил. Мы забыли о целебных свойствах воды. Я не хочу разочаровывать людей, верящих в то, что раны излечиваются повязками, намоченными в заговоренной воде. Но сам-то глубоко убежден, что помогает в этом случае только простая вода, очищающая рану и устраняющая воспаление. Себастьян Кнейп, основываясь на своем 30-летнем опыте применения водолечения, так высказывался о действии воды на организм человека. Первое. Что такое болезнь, как общий источник всех болезней? Все эти болезни, как бы они ни назывались, по моему личному мнению, имеют своим основанием, своей причиной, свой корень, свое начало в расстройствах крови, вызванных или ненормальной ее циркуляцией, или же ненормальным составом, или же тем, что кровь испорчена другими тканями. Кровь по своему руслу протекает во всем теле повсюду, во всякую его часть, во всякий орган, питая его и оживляя. Во всем есть известный строгий порядок. Всякое усиление или ослабление течения крови, всякое проникновение в нее посторонних элементов, нарушает равномерность, правильность, вызывает расстройство, а следовательно вместо здоровья – болезнь. Второе. Как действует излечение? Я дам ответ на ваш вопрос. Как просто, легко и несложно, почти безошибочно лечение, если я знаю заранее, что всякая болезнь происходит вследствие расстройства крови? Лечение тогда имеет только двоякую задачу. Или я должен восстановить правильное течение крови, если оно нарушено, или же я должен постараться удалить из крови все дурное, нарушающее состав ее, все портящие ее соки, вещества. Другой работы в данном случае, исключая укрепление ослабленного организма, нет. Третье. Каким образом содействует вода излечению? Трех свойств воды – растворять, удалять, то есть медленно смывать и укреплять – вполне достаточно для нас, чтобы утверждать, что вода излечивает все вообще неизлечимые болезни, ибо всякое применение воды при лечении имеет цель удалить корень болезни. Благодаря этому возможно А. Растворить в крови болезненные вещества Б. Удалить растворенное В. Сделать снова правильным течение крови по ее руслу после такого очищения Г. Наконец еще укрепить ослабленный организм, то есть сделать его способным к новой деятельности. Выдающийся русский ученый-медик Залманов в своей книге «Тайная мудрость человеческого организма» пишет, что жизнь – это постоянное движение жидкости между клетками и внутри них. Когда в человеческом организме движение жидкости происходит нормально, отрегулировано, все идет хорошо. Стоит нарушиться течению этих живительных соков, и у человека начинаются недомогания. Сеть капилляров – это своеобразный сосудистый скелет, орошающий каждую клетку организма. В каждом плохо функционирующем органе, как правило, находится парез или спазм капилляров, их расширение или сужение. Свой метод лечения Залманов назвал капилляротерапией. А для того, чтобы эффективно воздействовать на капилляры, он рекомендовал применять процедуры с повышенной температурой в бане и ванной. И, наконец, в физиотерапевтическом справочнике под редакцией кандидата медицинских наук Сосина «Киев. Здоровье. 1973 год» издания в главе водолечения указывается на основной механизм воздействия теплых и холодовых процедур. Согласно закону антагонизма кровообращения, то есть гемодинамики, дастро и мора, холодные процедуры, сужая сосуды кожи, расширяют сосуды брюшной полости. Теплые процедуры, наоборот, расширяя сосуды кожи и суживают сосуды брюшной полости. Однако, при ограниченном температурном воздействии, то есть местная ванна, компресс, наступает однородная сегментная реакция, то есть не подчиняющаяся закону. Например, согревание подложечной области вызывает расширение сосудов желудка и охлаждение кожи лба, сужение сосудов мозга. После такой уступительной информации можно сделать обобщение и дополнение. Одновременно в этой главе я хочу показать вам владение универсальным методом, объясняющим принцип действия водных процедур, вообще любых, на организм человека. Он базируется на двух подходах – инь-янь и три доша. Три жизненных принципа доши – слизи, капха, ветра, вата и желчи, пита. Вот основные механизмы влияния водных процедур на организм человека. Первое. Доразвивающий. Это один из основных механизмов влияния воды на человеческий организм с многогранным влиянием, который приближает нас к внутриутробной стадии развития со всеми ее преимуществами. Второе. Растворяющие и удаляющие. Водные процедуры позволяют растворять и удалять из организма разнообразные вредные отложения. Третье. Нормализующие кровообращения. Применение холодных и теплых водных процедур позволяет активизировать кровообращение, что приводит к его нормализации. Четвертое. Согревающие и увлажняющие. Водные процедуры способствуют согреванию организма и насыщению его водой. Это особенно полезно в старости и для лиц конституции ветра. Пятое. Энергетический и стимулирующий. Благодаря воздействию на кожу, вывернутую наружу нервную систему, мы добиваемся мощного стимулирующего эффекта на нервную и акупунктурную системы. Шестое. Лечебный. Ввиду того, что во время приема водных процедур происходит всасывание воды и растворение в ней веществ, это вызывает особые реакции в организме в зависимости от свойств сосавшихся веществ. Теперь перейдем к более подробному разбору вышеуказанных механизмов. Доразвивающие водные процедуры. Человеческий организм начинает свое развитие в водной среде. Она наиболее благоприятна для этого по многим показателям. Оказывается, если ребенка после рождения почаще держать в водной среде, например, в ванне, то он развивается гораздо быстрее и здоровье у него лучше, чем у сухопутных сверстников. При контакте с водой задействованы многие важные развивающие механизмы. А. Постоянно смоченная кожа сосет на себя свободные электроны, которых в воде гораздо больше, чем в воздухе. Б. Плавание и ныряние в воде с задержкой дыхания приводит к накоплению и удержанию большого количества углекислоты в организме. В итоге два вышеуказанных механизма продолжают мощно стимулировать биосинтез. В. Уменьшение веса тела в воде позволяет ребенку гораздо больше и свободнее двигаться, что положительно сказывается на его общем развитии. Значительно облегчается кровообращение, приносящее питательные вещества к различным участкам тела. Г. Как установили ученые, каждый малыш с момента рождения примерно до полугода способен свободно держаться на воде без посторонней помощи. Если эту генетическую способность продолжать тренировать, то она не угасает и ребенок начинает раньше плавать, чем ходить. Здесь важно не упустить время. Игорь Черковский широко пропагандирует свой метод роды в воду и бэби-йога. Йога для малышей. Как показала практика, она очень эффективна для доразвития детей и избавления от родовых травм. Молодым родителям на заметку. Вот как отзывается об Игоре Черковском и о русском методе ведущий американский специалист по натуропатии доктор Стив Моррис. Собственно говоря, я и мои коллеги приехали в СССР, чтобы глубже изучить русский метод. Мы узнали много такого, о чем раньше и не подозревали. Например, можно выхаживать в воде сильно недоношенных и ослабленных детей. Самым удивительным открытием для меня было то, что малыши, получившие травму головного мозга, в результате длительного родового удушья, могли восстановить свои умственные способности благодаря интенсивным тренировкам в воде. Ваш соответственник Константин Бутейко объясняет это тем, что при частых и длительных погружениях младенцы затаивают дыхание. В результате в крови повышается содержание углекислого газа, и это вызывает рефлекторное расширение сосудов головного мозга. Гемоглобин начинает лучше отдавать кислород нервным клеткам. Питание мозга резко улучшается. Он может восстанавливать поврежденные структуры и создавать новые. Этому немало способствует интенсивный гидромассаж биологически активных точек, которые представляют на коже центральную нервную систему. Тут мои дополнения. Как нам известно из практики, любое погружение под воду мы делаем на задержанном вдохе. Вот еще одно подтверждение, что нужно, как и йоги, задерживать дыхание на 80% вдохе. То есть это не 100% мы полностью вдохнули, а вдохнули вот примерно на 80% легких. Водные процедуры типа купания в ванне и бассейне, а также обливания помогут и более взрослым детям, но не в такой мере, как малышам. При этом вода должна быть теплой. Для обливаний можно использовать прохладную и холодную воду в течение 5-10 секунд. Водные процедуры растворяющие и удаляющие вредные отложения. Любое затвердение в человеческом организме указывает на перевозбуждение жизненного принципа ветра, которое вызывает в организме сухость и холодь, то есть условия, которые способствуют образованию плотных веществ. Сжатие, уплотнение, кристаллизация – это ян-процесс. Поэтому, чтобы предотвратить сжатие, уплотнение, нужен противоположный расширяющий инь-процесс. Таким образом, в противовес сухости и холоду, либо жаре и сухости, в организм надо внести влагу и теплоту. Теплые и горячие процедуры, связанные с водой, как раз способствуют этому. Для того, чтобы удалить растворенное, необходимо расширить кровеносные и лимфатические протоки, а также поры кожи. Всему этому способствует инь-процесс расширения и направление из середины наружу. А так как вода – идеальный поглотитель, транспортировщик и излучатель тепла, она будет способствовать инь-процессу. Если в теплую, горячую воду добавить летучие вещества, которые еще больше увеличат проницаемость тела и, к тому же, способствуют разбивать и рассеивать, то эффект от такого совмещения многократно усиливается. Для этого в воду добавляются отвары, содержащие летучие ароматные вещества. Наиболее сильной процедурой, направленной на растворение вредных веществ в организме, является парная. Помимо достижения хорошего прогрева организма, открываются поры кожи, способствуя обильному подотделению и удалению растворенных веществ через кожу наружу. Теплые и горячие ванны действуют послабее, но если их применять с добавлением летучих веществ, то есть с отварами трав и других веществ, то эффект растворения усиливается. Ввиду того, что выделение через кожу будет не таким сильным, как в парной, основное выделение ляжет на почке. Поэтому, если у вас слабые почки, парьтесь, больная кожа, принимайте ванны. Контрастные процедуры, то есть сочетание тепла и холода, направляя кровоток к коже или же от кожи вглубь организма, будут способствовать лучшему вымыванию всего ненужного. Вот как эти ванны советуют применять Кнейп. Входят в ванну, настолько наполненную теплой водой, чтобы вода покрывала все тело. В ванне остается 25-40 минут. Затем быстро переходят в другую ванну с холодной водой и погружаются до головы в воду. Если нет такой, то обмывают тело холодной водой по возможности быстрее. Холодная ванна или обмывание должно быть закончено в одну минуту. Затем, не вытираясь, одевают быстро белье и совершают движение в комнате или на воздухе до тех пор, пока тело совершенно не высохнет и согреется. По крайней мере полчаса. Второй способ следующий. Ванна наполняется, как в первом случае, но температура воды в ней выше от 32 до 34 градусов. В теплую ванну входит не один раз, а три раза. Также и в холодную не раз, а три раза. Это так называемая ванна с тройной пересменой. 10 минут в теплой ванне, одна в холодной. 10 в теплой, одна в холодной. 10 в теплой, одна в холодной. Всегда следует окончить холодной ванной. Здоровые. Здоровые, крепкие люди садятся в ванну с холодной водой и медленно погружаются по шею. Чувствительные люди садятся в ванну и быстро обмывают грудь и спину, не погружаясь. Обмывание всего тела может вполне заменить холодную ванну тому, кто боится холодной воды. Никогда не следует мочить голову. Если она случайно промокла, ее следует насухо вытереть. Относительно дальнейшего, особенно относительно движений после купаний, остается то же самое, что и в первом способе. Здесь я должен сделать некоторые замечания. Я никогда не назначаю теплых ванн одних, то есть без следующих за ними холодных ванн или холодных обмываний. Более высокая температура, особенно если она действует более долго, не укрепляет, а ослабляет организм. Она не закаляет кожу, а делает ее гораздо чувствительнее к холоду. Она, наконец, не предохраняет, а подвергает опасности. Теплая вода открывает поры, туда проникает холодный воздух, впоследствии чего проявляется уже очень скоро. Следующий за теплыми холодные ванны или холодное обмывание устраняет это. Я не знаю ни одного способа применения теплой воды, за которым не следовало бы применение холодной. Холодная вода укрепляет, снижает повышенную температуру. Она освежает, устраняет излишний жар и, наконец, предохраняет, закрывает поры и укрепляет кожу. То есть, после того, как поры расширены, их важно закрыть, поэтому применяется холодная вода, чтобы туда не попала болезнетворная климатическая энергия. И здесь, как и вообще, при разного рода теплых купаниях, я никогда или очень редко употребляю для здоровья одну только теплую воду, а примешиваю всегда отвар из разных целебных трав. Для лучшего растворения применяют вары из следующих растений – сенной трухи, сосновых веток и овсяной соломы. Ванна из сенной трухи. Мешочек с одним или полутора килограммами сухого сена погружает в емкость с горячей водой на 7-8 литров на 15-20 минут. Современные физиотерапевты советуют кипятить в течение часа. Далее отвар выливают в ванну с теплой водой. Вода получается кофейного цвета, открывает поры и усиливает кровообращение. Эти ванны очень способствуют согреванию тела. Здоровые люди могут использовать ее в любое время. Продолжительность процедуры 10-15 минут. Ванна из сосновых веток. Берут сосновые иглы. Чем свежее, тем лучше. Мелко изрубленные веточки и изрезанные еловые шишки, и смешав это, около 1 килограмма сухого веса, кипятят полчаса в 7-8 литрах воды. Далее, как и в первом случае, выливают в ванну с теплой водой. Эта ванна оказывает хорошее действие на почки и мочевой пузырь. В основном она действует на кожу, стимулируя ее, а через нее стимулируется центральная нервная система и укрепляет, очищает кровеносные сосуды. Ванна это приятно по своему запаху, укрепляет организм, полезно пожилым людям, у которых жизненные проявления ослаблены. Ванна из овсяной соломы. Берут около 1 килограмма измельченной овсяной соломы, кладут в маленький мешочек и кипятят в 7-8 литрах воды в течение получаса. Далее, как обычно, выливают в ванну и принимают процедуру. Из вышеописанных трех ванн она наиболее укрепляющая и полезная при болезнях почек, мочевого пузыря и при ревматических болях. Смешанные ванны. Смешанными ваннами называются такие, в которых применяется отвар из нескольких растений. Например, отвар сенной трухи и овсяной соломы. При этом желательно, чтобы оба растения варились вместе. Таким образом готовятся и другие ванны из мяты, ромашки, цветов липы и другие. Итак, для растворения шлаков и других вредных субстанций, осевших в организме, применяют общие водные процедуры. Парную и ванну. Для воздействия на локальные участки тела применяют местные водные процедуры. Ограниченное воздействие паром, полуванной и так далее. Теплые сидячие ванны. Теплые сидячие полуванны. Эти полуванны великолепно прогревают органы малого таза и живота, помогая при разнообразных болезнях в этой области. Ввиду того, что здесь скапливаются вредные субстанции, в основном содержимое прямой кишки, их надо регулярно удалять. Поэтому для повышения эффективности используют отвары полевого хвоща, овсяной соломы, сенной трухи и многое другое. Приготавливают отвары так же, как и для ванн, только с меньшим количеством. Продолжительность около 15 минут выполняются 2-3 раза в неделю. Полуванна из отвара полевого хвоща помогает при различных заболеваниях почек, почечнокаменной болезни, затрудненном мочеиспускании, болях поясницы простудного характера. Полуванна из овсяной соломы – отличное средство от ломоты, то есть болезни ветра, всякого рода. Полуванна из сенной трухи действует несколько слабее предыдущих, но очень хороша при застоях крови, ослаблении желудка, запорах и отскоплении газов. Теплые ножные ванны. Их несколько вариантов. Первое. В теплую воду 25-26 градусов Цельсия вкладывают горсть соли. Можно к этому добавить 2 горсти древесной золы в качестве адсорбента и хорошо перемешать. Продолжительность 10-15 минут. Соль, растворенная в воде, как указывал еще Гиппократ, делает кожу теплой и сухой. Все это способствует появлению теплоты в теле. Мерзлякам на заметку. Второе. Ножная ванна из сенной трухи, стеблей, листьев, семян и так далее. Заливают 3-5 горстей сенной трухи кипятком. Посуду закрывают и дают охладиться до температуры 25-26 градусов Цельсия. Эти ножные ванны действуют растворяющим, выделяющим и укрепляющим ноги образом и очень полезны при страдании ног, ножном поте, открытых ранах, при опухолях, подагре, хрящевых узлах, нагноениях между пальцами, повреждениях от тесной обуви и тому подобное. Вот как о таких ваннах для ног отзывается Кнейп. В общем могу сказать, что эти ванны отлично помогают, если ножные соки нездоровы и склонны к разложению. Один господин сильно страдал подагрой. Он кричал от боли. Такая ножная ванна с обертыванием ног в холст, намоченный во тваре сенной трухи, вылечила его в один час от ужасных страданий. Третье. Ножная ванна из овсяной соломы. Овсяную солому варить около получаса и отвар, охлажденный до 25-26 градусов Цельсия, употреблять в течение 20-30 минут для ножной ванны. Дозировка овсяной соломы, как в предыдущей процедуре. Опять обратимся к Кнейпу. На основании опыта я могу сказать, что эти ванны не имеют средства себе равного, когда речь идет о размягчении всякого рода затвердений на ногах. Они отлично помогают при суставном ревматизме, подагре, мозолях, в растающих и гноящихся ногтях, водных пузырях от ходьбы. Даже открытые и гноящиеся раны на ногах, повреждения от разъедающего ножного пота, излечиваются этими ваннами. Один господин срезал себе мозоли, образовавшееся злокачественное воспаление наводило на мысль о заражении крови. Три овсяные ванны в день и обертывание ног в ткань, намоченную в этом же отваре, вылечили его в 4 дня. Для того, чтобы усилить воздействие ножные ванны номер 2 и 3, выполняйте троекратно. 10 минут теплое воздействие, 1 минута холодное воздействие и так еще 2 раза. Всегда заканчивайте полуванны и ножные ванны ополаскиваниями в холодной или прохладной воде. Теперь нам понятен принцип растворения водных процедур и можно переходить к удалению вредных отложений. Механизм удаления основан на том, что различные обертывания и компрессы воздействуют на организм гораздо дольше, чем вышеуказанные растворяющие процедуры. То есть от 1 до 2 и более часов и применяются многократно. При этом проявляется сосущий эффект на все вредное имеющееся в теле. Это явление основано на осморегуляции. Вода впитывается телом, а обратно в мокрую ткань впитываются шлаки, токсины и тому подобное. Это продолжается до тех пор, пока концентрация шлака в организме и в мокрой ткани не сравняется. Обычно на это уходит 1-2 часа. Далее, через определенное время, можно применять новое обертывание и продолжать удалять вредные вещества из организма. Просто не после этого надо, а обязательно стирать. Они пропитаны токсинами и в некоторых случаях даже дурно пахнут. Как и в предыдущем случае, существуют общие и местные процедуры. К общим относятся нижнее обертывание, короткое обертывание и мокрая рубаха. К местным относятся компрессы. Все эти процедуры можно и нужно использовать отварами вышеуказанных трав. Прежде чем перейти к описанию обертываний, разберем в каком виде их лучше выполнять, теплым или холодным. Теплое обертывание по закону инь-янь будет действовать на внешние слои тела кожи, что и подтверждается законом антагонизма в гемодинамике. Холодное будет действовать наоборот, на внутренние органы. Эти особенности необходимо использовать для удаления шлаков изнутри, от внутренних органов или снаружи, от кожных покровов. К тому же надо знать и такое проявление закона инь-янь. Инь рождает ян и наоборот ян рождает инь. Чрезмерный инь переходит в ян и наоборот. Другими словами, холодные пассивные обертывания инь будут порождать в организме свою противоположность теплоту. Движение, то есть ян, теплые обертывания, горячие, активные ян, будут порождать в организме свою противоположность расслабления и уменьшения теплопродукции, то есть инь. Из этих теоретических соображений вытекает одна из главных рекомендаций при проведении водных процедур. Горячие купания закончи кратким холодным. Это положение подтверждено практикой. Вот что говорит по этому поводу Кнейп. Теплая вода обессиливает и изнеживает. Холодное же купание после этого укрепляет, закаляет и способствует здоровому развитию тела. Нижние обертывания назначаются главным образом при болезнях ног и живота. Обертывания начинают с плеч, подмышек и распространяются до конца ног. Голова, шея, плечи и руки свободны и должны быть прикрыты чем-то теплым, чтобы не проникал наружный воздух. Осуществляется она следующим образом. На простыню, которая лежит на матрасе, в длину кладут широкое шерстяное одеяло. Холст для обертывания должен быть большой, чтобы им можно было обернуть 2-3 раза все тело и ноги. Сложив его вдвое, намачивают так, чтобы после этого не капало и кладут в виде прямоугольника на разложенное шерстяное одеяло. Далее ложатся на этот холст и оборачиваются им вокруг всего тела, чтобы ни одно место туловища не оставалось непокрытым. Затем плотно обертываются кругом шерстяным одеялом во избежание доступа воздуха и сверху еще перина. Сразу же обратим особое внимание на плотное обертывание шерстяным одеялом во избежание доступа воздуха и укрывание периной. Суть этих действий в том, что когда в организме от холодного обертывания возбуждается теплота и движение, активизируются обменные процессы, шлаки начинают впитываться в мокрый холст. Если нет контакта кожи с холстом, этого не происходит. К тому же надо сохранить кожу теплой и влажной, чтобы она лучше выделяла вредное и в теле накапливался жар. Материал, сделанный из шерсти, способствует удержанию теплоты и согреванию тела, а положенное сверху перина еще больше увеличивает теплосберегающий эффект. В таком замкнутом, влажном и теплом пространстве, как в материнской утробе, начинаются особые процессы, очищающие и оздоравливающие организм. Выступление пота указывает на процесс очищения и является критерием эффективности этой процедуры. Если пота мало или совсем нет, это означает плохое очищение. Продолжительность данной процедуры от 1 до 2 часов, то есть до тех пор, пока имеется потение. Как только потение прекратилось, значит и процедура закончилась. Это обертывание производит согревающее, выводящее и растворяющее действие, преимущественно на органы брюшной полости. В воду рекомендуется добавлять отвары сенной трухи, осоки, сосновых веток и овсяной соломы. Осока заменяет сенную труху и полевой хвощ и очень полезна при затруднительном мочеиспускании и как побочное средство при мочевых камнях в очках. Отвар из овсяной соломы оказывает отличное действие при ломоте, подагре, мочевых камнях, мочевом песке, сосновые ветки устраняют накопившиеся газы в животе. Короткое обертывание, его можно применять самостоятельно. Оно усиливает количество тепла в теле и унимает слишком сильный жар. Это обертывание начинается с подмышек и простирается почти до колен. Кусок холста складывается 4-6 раз, затем смачивается, старательно выкручивается и плотно обертывается вокруг тела. Доступ воздуха преграждается шерстяным одеялом. Необходимая теплота достигается укрыванием периной. В зависимости от степени здоровья применяют тепловатую или ледяную воду. Продолжительность 1-2 часа. Очень хорошо в качестве профилактики выполнять это обертывание раз в неделю, что предохраняет от многих болезней. Оно очищает почки, печень, живот, выводит накопившиеся газы, болезненные соки и излишние жидкости. Короткое обертывание совершенно устраняет болезни сердца и желудка, которые происходят от давления газов и прекращаются с их удалением. Можно даже спать в таком обертывании, причем сон будет превосходен. Такое обертывание очень подходит пожилым людям, у которых обезвоживается организм. Мокрая рубаха. Для этого обыкновенную ночную рубаху из холста длиной до 5 намачивает в воде, выкручивает и надевает как обычно. Далее ложится в постель, укрывается шерстяным одеялом и накрывается периной. Если человек не укрывается периной, то вряд ли будет достигнута необходимая теплота. Одного шерстяного одеяла мало. Несоблюдение этого правила сводит на нет эффективность всех вышеуказанных процедур, связанных с укутываниями. Помните об этом. Продолжительность ее действия 1-2 часа. Можно спать в ней. Еще раз расскажу о продолжительности. Оканчивается потоотделение. Это говорит о том, что процедура закончена. Действие мокрой рубахи состоит в открытии пор и вытягивании болезненных соков, подобно пластырю. Успокаивает равномерное распределение тепла и улучшение общего состояния организма. Для того, чтобы мокрая рубаха лучше тянула, можете намочить ее в воде с уксусом или солью. И еще одно предостаряжение. Все процедуры, связанные с холодной водой или обертываниями, необходимо проделывать на предварительно разогретое тело. Подобным же образом делаются компрессы. Накладывается смоченная в воде ткань. Обертывается шерстяным платком. Если компресс делается на туловище, то сверху еще кладется перина. Водные процедуры, нормализующие кровообращение. Естественно, все вышеуказанные процедуры в той или иной степени нормализуют кровообращение. Они просты и доступны. Но если у вас есть время и желание, то можно принять ванны по залманову скипидарны. Помимо нормализации капиллярного кровообращения, они хороши при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, протекающих с выраженным болевым синдромом. Это не что иное, как сильное ватонарушение. Скипидарные ванны выполняются с двумя видами эмульсии. Белой и желтой. Несколько слов о скипидаре и его свойствах. Скипидар получают из сосновой смолы. Он обладает растворяющими, стимулирующими и обездораживающими свойствами. В лечебных целях его использовали шумеры, древние египтяне, греки и римляне. Ткань, в которую был обернут египетский фараон, пролежавший в гробнице 4000 лет, была пропитана смолой. Как убедились современные исследователи, эта смоляная пропитка не утратила и поныне свойств уничтожать микробы. Вот почему используют горячие процедуры с применением хвои сосен, ведь они содержат скипидар. Итак, скипидар прекрасно растворяет, легко проникает через кожу и действует на окончание нервов. А также, это сейчас я добавляю, он убивает разного рода микропаразитов, микробултами и прочих-прочих, обитающих в крови, чем обездораживает кровь. Об этом Залманов не говорил, это говорю вам я. Итак, скипидарные ванны бывают двух видов, из белой и желтой эмульсии. Общее воздействие этих ванн заключается в улучшении капиллярного и лимфатического тока, улучшении жизненной энергии каждой отдельной клетки и всего организма в целом, а также в обездораживании этих жидкостных сред организма от разного рода микропаразитов. Ванны с белой скипидарной эмульсией превосходно стимулируют капилляры. Желтые эмульсии улучшают обмен веществ в организме, помогают растворению отложений солей в суставах, сухожилиях на стенках сосудов, а также и та эмульсия, и эта эмульсия уничтожает микробов в кровяном и лимфатическом русле. Состав белой эмульсии. Растворить 3 грамма солициловой кислоты в 250 граммах кипяченой воды. Высыпать туда мелко наструганное на терке детское мыло 20 граммов. Все это размешать стеклянной палочкой, нагревая эмалированную кастрюлю на слабом огне. Влить 250 граммов скипидара высшего качества и снова тщательно размешал. Влить в бутыль с широким горлом и плотно закрыть. Схема сеанса выглядит так. Первый 25 граммов эмульсии. Вылить в ванну с водой, температура которой 37 градусов Цельсия. Второй соответственно 30 и 37,5. Третий 35 и 38. Четвертый 35 и 38,5. Пятый 40 и 39. Шестой 45 и 39. Седьмой 50 и 39. Восьмой 55 и 39. Девятый 60 и 39. Десятый 65 и 39. Одиннадцатый 70 и 39. Двенадцатый 75 и 39. Эмульсию предварительно взболтав, следует выливать в ванну до наполнения ее водой. Время первого сеанса 12 минут. Все последующие по 15 минут. Ванны принимают дважды в неделю. Состав желтой эмульсии. Влить 300 граммов кастрюрового масла в эмалированную кастрюлю объемом 2-3 литра и поставить в другую с водой, сделав водяную баню. Когда вода в водяной бане закипит, влить в эмалированную кастрюлю 40 граммов натриевой щелочи, растворенной в пол-литре воды. Стеклянной палочкой помешать до образования густой кашицеобразной массы. Затем влить туда же 225 граммов олеиновой кислоты и вновь не менее 30 минут размешивать до образования жидкой прозрачной массы желтого цвета. Погасить огонь и влить в кастрюлю 750 граммов скипидара высшего качества. Разлить эмульсию по бутылкам с плотно притертыми пробками. Для принятия процедуры в ванну с горячей водой выливают эмульсию. Схема сеанса выглядит так. Первый 40 граммов эмульсия. Температура воды в ванне 38 градусов Цельсия. Второй соответственно 45 и 38. Третий 50 и 38,5. Четвертый 55 и 38,5. Пятый 60 и 39. Последующие в ванной делаются так, как указано для пятого сеанса. Время первого и второго сеанса по 12 минут. Третьего, четвертого, пятого по 15. Всего надо сделать 12 ванн. Сеансы проводятся через день. Если у вас очень чувствительна кожа, то перед приемом ванны, половые органы и область ануса смажьте вазелином. Не следует погружать в воду область сердца. Ввиду того, что эти процедуры действуют на сердце возбуждающе. При усталости необходимо отдохнуть полчаса перед приемом процедуры. Погружаться в воду надо медленно. Критерием эффективности этих процедур будет возникновение, как их концу или после них, ощущение покалывания кожи, сменяющегося сжением. Длительность реакции не должна быть более 30-45 минут. Если реакция длится дольше, при приеме следующей ванны не следует увеличивать количество эмульсии. Можно делать ножные скипидарные ванны с 10 граммами эмульсии, а также комбинировать, сочетая и желтые, и белые ванны. Это позволит лучше воздействовать на сосуды и весь организм в целом. Весьма важно поддерживать хорошее кровообращение в области головы и глаз, иметь чистыми гаймеровые и лобные пазухи. С возрастом там накапливаются многие слизи, которые утрамбовываются, вызывают массу заболеваний, приводят к преждевременной утрате зрения и памяти. Многие люди именно по этой причине теряют зрение, носят очки, а ведь его можно восстановить, очистив головной мозг. Для этого подходят простые и эффективные вводные процедуры. Головная ванна. Она весьма хороша для поддержания сосудов головного мозга в здоровом эластичном состоянии, а также для отквашивания утрамбованной слизи и ее последующее удаление. Ее надо делать контрастной. Сначала погружают голову в сосуд с теплой водой на 5-7 минут, так чтобы волосистая часть головы была погружена в воду. Затем сразу же погружают в прохладную воду на 15-30 секунд. Так повторяют 2-3 раза. После этой процедуры необходимо насухо вытереть голову и волосы и оставаться в теплом помещении без сквозняков. Применяют ее 2-3 раза в неделю до получения необходимых результатов. Замечено, что такая ванна укрепляющая действует на волосы. Глазная ванна. Она бывает холодной и теплой. Если выполняется холодная ванна, то погружают лицо в холодную воду и открывают в ней глаза на 15 секунд. Затем поднимают голову и через 15-30 секунд снова погружают в воду лоб и глаза. Это можно повторять 4-5 раз. Теплая глазная ванна выполняется с водой 24-26 градусов Цельсия, за которой всегда следует холодная или просто умывается холодной водой. В теплую ванну при этом можно примешивать отвар различных растений. Особенно хороший эффект дает пол-ложки растертого укропа. При этом надо знать, что холодная вода отлично действует на здоровые, но слабые глаза. Она укрепляет и освежает зрительный аппарат снаружи и внутри. Теплая глазная ванна применяется для растворения и выводения наружу гноя из лобных и гайморовых пазух. Согревающий и увлажняющий эффект водных процедур. Естественно, все вышеуказанные водные процедуры способствуют увлажнению и согреванию человеческого организма. Нет нужды их перечислять, но вот механизмы, связанные с водными процедурами, упомянутыми и неупомянутые ранее, надо рельефно выделить. Как смачивание и теплота действуют на кожу. Кожа является самым большим и важным человеческим органом. Ее площадь в среднем составляет 1,5 квадратных метра, а вес 20% от общего веса тела человека. Перечислим жизненно важные функции, которые она выполняет. Первое. Оградительная. Кожа является тем чехлом, в котором находится наш организм. Второе. Теплорегулирующая. Испаряя через поры кожи в воду, организм защищается от перегрева. Сужение сосудов кожи и закрытие пор способствуют сохранению тепла внутри организма. Третье. Связующая. Ввиду того, что кожа, нервы и вещество мозга развиваются из одного и того же зародышевого листка, они взаимосвязаны и во взрослом организме. Кожа, как отмечал Залманов, это не пассивный покров, призназначенный только для того, чтобы защитить наше тело. Это не преграда между человеком и миром, а средство связи между нашим организмом и внешней средой. Внешняя среда постоянно действует на нас, а кожа, своего рода периферический мозг, который воспринимает эти влияния и передает дальше в головной мозг, дающий команду внутренним органам для максимальной приспосабливаемости к перепадам внешней среды. Четвертое. Защитная. Кожа обладает бактерицидными свойствами. В ней содержится лизоцин, губительный для многих бактерий. По расчетам американского бактериолога Теодора Росбери, на поверхности человеческого тела интенсивно действует 15 триллионов микробов. Только чистая, здоровая, влажная, эластичная кожа может успешно противодействовать такому массированному натиску. Поэтому, если она чистая, ее бактерицидные функции повышены. Если нет, то она является гнездилищем заразы и через нее происходит заражение. Согласно новейшим исследованиям ученых, кожа активным образом участвует в формировании иммунитета. Пятое. Энергетическая. Кожа поставщик свободных электронов в акупунктурную систему. Это ранее было подробно объяснено. Шестое. Дыхательно. Кожа дышит, тем самым помогая легким. Вообще, если удается на должный уровень поставить кожное дыхание, человек может творить чудеса. Например, Порфирий Иванов, используя кожное дыхание, мог долгое время оставаться под водой. Седьмое. Выделительное. Через поры кожи выделяется масса веществ, вредных для организма. Полноценное кожное выделение значительно облегчает деятельность почек и других органов выделения, продлевая им срок жизни. Через сальные железы выделяется особая эмульсия, благодаря которой кожа предохраняется от высушивания, делается эластичной, упругой и блестящей. Но если за кожей не ухаживать, она засоряется своими же собственными выделениями и перестает полноценно выполнять вышеуказанные функции. От этого страдает весь организм. В древности уходу за кожей уделялось огромное внимание. Древние римляне при встрече спрашивали друг друга, как потеешь. Из всех приемов ухаживания за кожей, водные процедуры, особенно с паром и массажем, ценились выше всего. Помните, что в среднем, в обычных, нормальных условиях, наша кожа выделяет за сутки около 500 граммов пота. Если вы не помылись в течение двух дней, на коже остается слой шлаков и прочих выделений из одного литра пота, так как кожа предстает полноценно выполнять свои обязанности и заселяется микробами. Поэтому регулярно, один-два раза в день, совершайте разного рода омовения с целью поддержания чистоты кожи. Это положение закреплено в своде древних законов в ману первого человека Земли. Как согревание действует на организм человека? Из трех жизненных принципов только один желчь создает в организме тепло и состоит из первоэлементов огня и воды. Поэтому внешнее тепло, особенно влажно-парное, будет стимулировать его, а значит и все функции, зависящие от этого принципа. Разберем важнейшие из них. Первое. Пищеварительное. Медики установили, что банные процедуры снижают кислотность желудочного сока и вместе с тем стимулируют аппетит. Банная процедура благотворно действует на больных с сахарным диабетом. Диабет – болезнь не только обмена веществ, но и пищеварение. Банный жар стимулирует эти функции и способствует нормализации здоровья. Ввиду того, что кожа у диабетиков становится бледной, сухой, шелушащейся и так далее, то надо заботиться о кожных покровах. И здесь теплота и влажность усиливают кожное дыхание, кровообращение, что помогает нормализации кожи. А после бани улучшается деятельность почек. Это в свою очередь предохраняет от таких кожных заболеваний, как фрункулез и экзема, сопутствующих диабету. Естественно, пользоваться таким сильным средством, как баня, могут те больные диабетом, у которых не наступило истощение. Есть старинная поговорка. Кожные болезни лечат в кишках. Каждая болезнь кожи – это извержение токсического содержимого изнутри наружу. Попытка организма освободиться от накопившихся в нем ядовитых веществ. Поэтому диабет и болезни кожи имеют общий корень в тотальном загрязнении организма и вращении его жизненных соков. Освободив организм от грязи, мы уберем диабет и вылечим кожу. Второе – иммунное. Искусственное повышение температуры уничтожает или подавляет активность многих возбудителей болезни. Порог температурной чувствительности целого ряда болезнетворных микроорганизмов ниже порога температуры, который в состоянии перенести клетки человеческого организма. Таким образом, искусственное повышение температуры внутри организма помогает выжечь болезнетворные микробы заранее, когда они еще не успели принести вреда. К тому же, банный жар вообще сознает стерильность, а в организме увеличивается количество лейкоцитов, пожирателей, микробов. По данным немецких биохимиков, основательное прогревание в сауне способствует активной выработке в организме интерферона – вещества, способного преодолеть пагубное воздействие гриппозного вируса. На заметку – гриппозного вируса. Манфред фон Арденни совместно с профессором Гербертом Краусом используют сауну в комплексе с другими терапевтическими методами для лечения саркомы. Эти врачи утверждают, чтобы самопроизвольно погибла раковая клетка, необходимо создать сильное закисление внутренней среды организма, которое активизирует ферменты внутри клетки и в течение нескольких часов должна быть повышена температура до 40 градусов Цельсия. Только при таком комбинированном воздействии происходит отмирание и отторжение раковых клеток. Третье – зрительное. Банная процедура благотворно действует на остроту зрения. Десятиминутное пребывание в бане вызывает увеличение световой чувствительности почти на одну треть. Четвертое – омственное. Теплота стимулирует работу мозга, повышает качество умственного процесса. Например, Архимед недаром открыл свой знаменитый закон «Купаясь в ванне». Многие выдающиеся ученые, например, Илья Мечников, поддерживали это. Пятое – согревающий и увлажняющий эффект отводных процедур способствует расслаблению мышц связок суставов. Если человек плавает в теплой воде, где тело очень мало весит, то снижается нагрузка на все суставы, особенно позвоночников. Сочетание расслабления и уменьшение гравитационной нагрузки позволяет при плавании и других водных процедурах ставить позвоночные суставы на свои насиженные места, легко управляя суставы, лечить от ушибов и растяжений. Все эти эффекты отражены в пословице баня лечит, баня парит, баня все на место ставит. Ес! Шестое – о механизме насыщения организма теплотой и влагой уже было достаточно сказано. Повторим, что это очень полезно для лиц пожилого и старческого возраста. В обезвоженном организме стягиваются суставы и связки, человека коробит, гнет к земле. Сухая кожа, поставляя в организм мало свободных электронов, приводит к упадку сил. Сухая и плотная кожа плохо выводит шлаки. Накопление шлаков приводит к различным заболеваниям и повреждениям, свойственным старческому возрасту. Судите сами. Вот основные болезни старости. Атеросклероз, загрязнение сосудов, артериальная гипертония. Чтобы прокачать кровь посуженным артериям, надо поднять давление. Отсюда вдобавок износ сердца. Ишемическая болезнь сердца и мозга. Главная причина сужения просвета артерий. Рак и диабет возникают от внутренней грязи. Падение теплотворных свойств организма сказывается на иммунитете. Отсюда легкая подверженность пожилых людей различным инфекциям, язвам и так далее. Понижена пищеварительная функция. Пища уже не питает, а обременяет организм. Поэтому в древнем медицинском трактате Джудши говорится, что согревание и увлажнение организма с помощью ванн, паровых процедур, показано при тугоподвижности, искривлении и стягивании конечностей, распространении яда в мясе. Водные ванны, они излечивают распространенный яд, вытягивают вредные испарения через поры кожи, застарелый жар, который въелся в тело, болезни сосудов, тугоподвижность и стяжение суставов, искривление, усыхание мяса. Люди, знающие толк в водных процедурах, в обращении с паром могут творить чудеса. Например, есть упоминание об одной женщине, которая в 70 лет была так же свежа и привлекательна, как девушка. И все от того, что она любила, правильно и регулярно применяла водные процедуры. Особенно часто она использовала парную. Теперь становится очевидно огромная польза от смачивания и согревания организма водными процедурами. Энергетический и стимулирующий эффект водных процедур. Итак, мы с вами подошли к одному из интереснейших вопросов. За счет чего получается энергия при применении водной процедуры? Скажу сразу, что есть одна простая процедура, которая больше всего одаряет человека энергией и о ней пойдет речь. Обливание холодной водой издавна использовалось в целях закалки организма. Его практикуют монахи Японии, Тибета. Она не разглашается и хранится в тайне. Знающие ее люди черпают энергию и добиваются удивительных результатов. Очень широко обливание практиковал Порфирий Иванов. Главный эффект холодных, а лучше очень холодных обливаний всего организма заключается в воздействии на плазменное тело. Плазменное тело несколько выступает за очертания физического и на всем протяжении снаружи и в глубине имеет одинаковую температуру. Когда идет быстрое и резкое воздействие очень холодной воды сразу на всю площадь кожи, то естественно охлаждается и плазма. Она уходит внутрь организма, а на ее место поступает теплое. Возникает сильнейший ток, который мгновенно перезаряжает весь организм, гиперполяризуя мембраны клеток, что в свою очередь вызывает активацию генетического аппарата. Другими словами, активизируется именно то, что приводит к обновлению организма, увеличению его силы. Воздействие должно быть кратким, 2-3 секунды и сразу на все тело. Вот тогда будет в наибольшей мере выжжен это чудо-эффект. О том, что вы правильно произвели эту процедуру, говорит наступление вслед за холодовым ожогом, теплоты и от кожи идет пар. Такого эффекта можно добиться, либо нырнув в воду вниз головой и сразу выскочив, или встал под небольшой водопад, как это делают монахи, или проще облить самого себя ведром холодной воды. Часто спрашивают, можно ли эту процедуру заменить душем? Можно, но эффект будет слабее. Дело в том, что вода должна прокатываться по коже массой, а не в виде отдельной струи. Струи, пройдя по коже от головы до ног, успевают нагреться. Нет одномоментного охлаждения, которое происходит, когда вода массой прокатывается по телу, резко и равномерно охлаждая его. Важно знать следующее. Применять обливание только на теплое тело. Поэтому предварительно разогрейтесь. После обливания зайдите в теплое помещение и не вытираясь, интенсивно подвигайтесь, пока не согреетесь, а кожа высохнет. Если этого не делать, то со временем вы почувствуете, как тело пугается этой процедурой, сжимается, не хочет ее применять. Кожа становится сухой, шелушится, могут появиться боли в пояснице и тазобедренных суставах. Признаки возбуждения жизненного принципа ветра. Причем все это появляется так незаметно, что трудно проследить, где была сделана ошибка, которая заключается в неправильном поведении до и после этой процедуры. Многим людям холодная вода кажется чересчур жесткой. Они ее боятся. Помните, резкое и быстрое воздействие ледяной воды не охлаждает наш организм, а вызывает ожог кожи. В этом вся суть. Разогревайтесь перед выполнением этой процедуры. Не ленитесь, тогда и ожог будет ярче выражен и тело пугаться не будет. А в самом начале и в холодное время года вы можете применять обходной маневр, который прививает любовь к этой процедуре и избавляет от осложнений. Вы берете два ведра воды, одно с теплой водой, а другое с холодной. Сначала выливаете на себя теплую, а затем холодную. Эффект будет великолепным, а сама процедура приятна, и вы полюбите ее как чашку хорошего кофе. Пропустив ее, вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Вам будет недоставать той свежести и силы, которыми она одаривает. Энергетическое воздействие очистительного характера оказывает вода на нашу ауру, яйцеобразную электронную оболочку. Когда человек плывет или ныряет в воду, патогенная энергия, прилипшая к телу или паразитирующая на ауру, снимается на воду. Чем холоднее вода, тем лучше идет такое энергетическое очищение. Патогенная энергия это сильный ян, тонкая подвижня, а холодная вода сильный им, овеществленная инертная, поэтому при соединении они взаимно нейтрализуют друг друга. В результате организм очищается от основы болезни, а раз ее нет, то тело исцеляется само. Лучше всего это делает быстрое резкое обливание всего тела ледяной водой от 1 до 7 градусов Цельсия. Советую при этом использовать принцип контрастности ведро теплой, а затем ледяной. Теплая вода притягивает патологию к наружным покровам, а ледяная ее смоет. Порфирий ноут так говорил. Воздух выталкивает, вода смывает, а земля принимает. Для того, чтобы появился этот эффект, надо обливаться на улице. Вышли на улицу, подняли лицо вверх, открыли рот, но вдох делаете через нос. Сразу же почувствуйте, как он идет по верхним носовым ходам и через гортань в легке. Мысленно тянете его с глубин космоса, медленно, до отказа делая вдох. Далее задержите воздух себе, напрягитесь и вылейте на себя воду. Напряжение выдавит из тела внутреннюю патологию, вода ее смоет, а земля примет. Этот вариант делается на предварительно разогретое от физических упражнений тело с использованием тока очень холодной воды. Кстати, от тела разогревать просто, чтобы оно стало теплым. Ни в коем случае недоиспарены, потому что открываются поры кожи и холодная вода может проникнуть в виде патогенного холода в ваш организм и вызвать недомогание. Помните это. После того, как по вашему телу прокатилась ледяная волна, вы стоите теплой, обновленной спарящей кожей. Если вы достаточно чувствительны, то увидите в обмывшей вас воде что-то вредное, темное, тяжелое, отягощающее и совершенно ненужное вашему организму. Эффект такого исцеления и очищения подмечен древними мудрецами и закреплен в Библии фразой «Пойди и омойся в Иордане и тело твое исцелится и ты сам очистишься». А вот еще один механизм энергетической подпитки от воды. Вода в открытых водоемах вбирают в себя космические излучения, поглощают энергию спиновых волн. Особенно ценится звездная водица, то есть постоявшая до утра вода. Она наполнена космическими излучениями и очень полезна. Восход Солнца своими лучами перебивает эту информацию, поэтому купаться с целью подзарядки космической энергии нужно до рассвета. Кто купался в это время, тот знает, как освежает и заряжает такая вода организм. Особенно много энергии вбитывает в себя морская вода. Благодаря растворению в ней большого количества различных солей, она приобретает определенную структуру, благоприятную для разгона электронов. Тело человека в воде является потребителем этой энергии и активно поглощает ее. Ввиду того, что кожа содержит много минеральных веществ, соленая вода прекрасно подпитывает ее. В итоге смоченная и снабженная микроэлементами кожа гораздо лучше выполняет свои функции поставщика энергии в организм. Теперь поговорим о стимулирующем эффекте водных процедур и ее физиологической основе. Ввиду того, что кожа это периферический мозг, все сигналы с нее идут в центральную нервную систему. Там они попадают в стыковочный узел между внутренней и внешней средой. Гипоталамус. Гипоталамус на это реагирует активизацией эндокринной системы. А там в свою очередь посредством гормонов активизирует работу каждой клеточки. Порфирий Иванов по этому поводу говорил так. Все болезни, которые так мучают человека по пробуждении центральной нервной части мозга гипоталамус как раз в центре мозга в природе исчезают. Это истинно неумираемое. Остается разобрать какое воздействие лучше холодное или теплое. Теплое мы знаем расслабляет, а холодное активизирует. Но главное заключается в самой коже. Оказывается на каждом квадратном сантиметре кожи примерно 12-14 нервных окончаний реагируют на холод и только одно-два на тепло. Поэтому холодное обливание идеально подходит для этого. Существует и другая еще более сильная процедура снежное пробуждение. Снежное пробуждение организма заключается в том, что когда выпадает первый пушистый снег, он в снежинках запасает, конденсирует огромное количество энергии. Когда человек в обнаженном виде ложится в такой снег, набрасывает его на себя сверху, закапывается, такой снег прилипает к телу. Окутанный такой шубой, человек входит в теплое помещение и вот тут же все и начинается. Снег тает, разрушается его структура и освобождается энергия. Кожа наоборот сильно охлаждается, увлажняется, активируется и структуризируется. Все это взаимно сочетает, сдаёт такой эффект, с которым ничто не сравнимо. Попробуйте и вы убедитесь в правоте сами. Однако, я не сторонник применения чересчур длительных холодовых процедур, длящихся более 1-2 минут. Известно, что быстрые и сильные раздражители активизируют функции организма, а сильные и длительные наоборот угнетают и даже парализуют, способствуют тем самым внедрению в организм патологических, биоклиматических энергий, холода, сухости и так далее. Лечебный эффект водных процедур. Ввиду того, что в воде находятся в растворенном виде различные вещества, то они могут попадать в организм через кожу и вызывать полезный или вредный эффект. Разберем этот эффект с современнейшей точки зрения. Тепло воды расширяет поры кожи, активизирует рецепторы акупунтурных точек, что улучшает доставку внутрь тела свободных электронов. Усиление потока свободных электронов внутрь приводит к увеличению эффекта сверхтекучести в акупунтурных каналах. Расширение пор кожи и сверхтекучесть является теми физиологическими механизмами, которые способствуют эффективной доставке разнообразных веществ с поверхности кожи внутрь организма. Таким образом, если окружающая вода насыщена какими-либо веществами, то не обязательно попадут внутрь организма. Ванная процедура реализует этот эффект. В данном случае вещества поступают в организм в гомеопатических дозах и оказывают благотворное действие без побочных эффектов. Но это только один момент воздействия растворенных веществ на организм. Второй момент заключается в феномене дальнодействия, который заключается в полевом воздействии вещества на биологический объект, то есть организм человека. Энергоинформационные свойства вещества, лекарства, химических веществ, биологических тканей и так далее распространяются в пространстве подобно волнам. Если это излучение попадает на какой-либо другой материальный объект, например, тело человека, то час энергии излучения поглощается и поглощаемый объект приобретает свойства излучаемого объекта. Многочисленные опыты показали, что такое воздействие лучше всего осуществляется через акупунктурные точки в течение трех секунд. Если то же вещество принято внутрь, то оно действует значительно медленнее, по мере всасывания в кровь. Третий момент заключается в гомеопатии. Наука гомеопатии происходит от двух греческих слов. гомеос подобный и потос страдания болезнь. Другими словами, подобное лечится подобным. Эта наука основана на следующих положениях. Закон Арнта Шульца, согласно которому слабое раздражение усиливает биологические явления, сильное тормозят, сверхсильное парализуют. Подобное излечивается подобным. При лечении болезни следует применять малые дозы тех веществ, которые у здорового человека в больших дозах вызывают явления, возможно, более сходные с симптомами данной болезни. Это является первым положением гомеопатии. Закон подобия. Второе положение это паногенез лекарств, то есть необходимо испытывать действия лекарств в нелечебных токсических дозах на здоровых людей, чтобы установить болезненные симптомы вызываемые ими. Третье положение гомеопатии. Для лечения назначаются минимальные дозы тех веществ, которые в больших дозах вызывают симптомы той или иной болезни. Для этого такие вещества многократно разводят в 100 тысяч миллион и более раз, чем и достигается минимальная доза. Согласно учению основоположника гомеопатии Ганемана, при многократном разведении лекарственных веществ происходит увеличение их лечебных свойств. Такое увеличение лекарственных свойств при уменьшении дозы было названо ганеманом динамизацией, потенциированием в результате появления ранее скрытых сил. Лупичев. Лупичев, работая на кафедре рефлексотерапии Центрального института усовершенствования врачей в своей книге «Электропунктурная диагностика, гомеопатия и феномен дальнодействия» по этому поводу пишет следующее. Разведение лекарств в воде или растирание в нейтральном порошке 1 к тысяче, 1 к миллиону и более не привели к исчезновению лечебного действия. Более того, оказалось, что с увеличением степени разведения действие лекарств стало усиливаться, потенциироваться. Дело в том, что после 23-го десятичного разведения D23 ни одной молекулы исходного вещества не остается, а лечебный эффект проявляется все с большей и большей силой. Гомеопатия воздействует не на болезнь, а на весь организм в целом. Итак, при большом разведении потенциировании действует уже не вещество, а его энергоинформационное поле, и при том очень сильно. Считается, что высшие потенции действуют в большей степени на психику человека, а низшие на функции органов и тканей. Различные потенции имеют и различную продолжительность действия. В общем, метод гомеопатии хорош, но каждому лекарственному веществу соответствует строго определенное время, в течение которого возможно положительное воздействие на организм конкретного больного. Если потенция лекарства равна энергии заболевания с учетом подобия, то для излечения достаточно одной дозы. Если потенция выбрана неправильно и больше необходима, то лишняя энергия по принципу подобия приведет к заболеванию. Точно совместить эти два фактора может далеко не каждый врач высшей квалификации. Таблица продолжительность действия различных потенций гомеопатических препаратов. Вы тут можете сами посмотреть разведения какие, сколько действует. Одним из вариантов гомеопатии является изотерапия, отличающаяся тем, что для приготовления разведений используют не те вещества, которые в токсических дозах вызывают у человека симптомы, напоминающие определенные заболевания, а непосредственные возбудители болезни. Это токсины, патологически измененная ткань и выведение из организма. Исходя из законоподобия, эти вещества можно использовать при лечении болезней им сопутствующих. Лечение такого типа называется назодами. Теперь зная вышеуказанные три момента активизация кожных покровов, механизм дальнодействия и гомеопатию, нам остается подобрать такую процедуру, которая соединила бы их вместе. Из логики вещей становится ясным, что она должна быть связана с теплой водой и насыщена назодами. Назодов полным-полно в нашей собственной урине, она же моча, кому не ясно. Причем их энергия равна энергии самого заболевания, а сам назод соответствует той болезни, которого его произвела. Поэтому, соединив собственную урину с водой, мы получаем высокоэффективное и абсолютно безопасное средство для избавления от собственных болезней. И таким средством являются уриновые ванны. В лечении уриновыми ваннами остается поймать одну вещь. Найти время, когда обостряется болезнь и подавить ее ванной процедурой. Обычно человек сам хорошо чувствует обострение болезни и в это время он должен принимать ванну. Вышеописанные три момента все остальное сделают сами. Автор рекомендует следующие уриновые ванны. Ванны из собственной свежей урины. Для этого соберите собственную дневную мочу и вылив ее в теплую воду принимайте ванну тогда, когда обостряется болезнь. Используйте и другой вариант. Соберите всю ночную мочу и в момент обострения болезни сделайте с ней ванну. Совсем не обязательно выливать всю мочу. Можно ограничиться одним стаканом из собранной порции, а то и меньше. Вообще здесь широкое поле для творчества, но я рекомендую не выливать всю собранную мочу во избежание возможной передозировки. Ванны из урины детей или молодых здоровых людей. Для этого соберите дневную или ночную урину ребенка или молодого здорового обязательно однополого с вами человека. Вылейте ее в ванну с теплой водой и посадите в ней 10-20 минут. Согласно феномену дальнодействия энергоинформационное излучение молодого организма, записанное на его урины, поглотится вашим организмом и вы, хотите того или нет, приобретете какую-то часть его молодых свойств. Если применять такие ванны регулярно, 1-2 раза в неделю в течение года, эффект омоложения будет ощутим. Ванны из упаренной урины. Для этого собирается 0,5-2 литра упаренной до 1,25 первоначального объема урины. Упаренная урина делается так, собирается моча в количестве 4 литра, можно использовать урину всех домочадцам и кипятиться в открытой эмалированной посуде до тех пор, пока не останется 1 литр, то есть 1,25 первоначального объема. Совсем не обязательно приготовить его за раз, можно отдельными порциями, например, упарить литр, получить 250 граммов и хранить в холодильнике, она не портится в течение недели, а то и больше. Затем упаривайте еще литр и так далее, пока не получите нужное количество. Упаренную урину вылейте в ванну с теплой водой и посидите в ней 10-20 минут. При упаривании урины в ней сильно концентрируются наши соли, поэтому такие ванны способствуют насыщению нашего организма всеми необходимыми минералами. В рафинированной пище современного человека их очень мало. В процессе упаривания урины в ней образуются биологически активные вещества небелковой природы, которые оказывают целебное воздействие в несколько раз более сильно, чем обычные стимуляторы белковой природы. В упаренной урины имеются свои летучие вещества, которые легко проникают в тело, ибо они родственны ему. Сочетание вышеописанных и многих других механизмов воздействия оказывает ярко выраженный возрождающий эффект на организм человека. Улучшается функция кожи, усиливается энергетика, активизируются жизненные процессы. Процедуры связанные с паром Ввиду того, что механизм влияния паровых процедур был описан ранее, перейдем непосредственно к самим процедурам и технике их выполнения. Парные процедуры бывают местные общие с влажным и сухим паром. Ниже следующие правила помогут вам правильно принимать общую парную процедуру. Первое. Не ходите в парную после обильной еды. В этом случае парная просто вредна. Но не следует ходить и натощак. Поешьте легко овощи, фрукты, кашку. Второе. Лучше париться утром, то есть после 9-10 часов. Организм отдохнул во время сна, полон сил и вы легко принесете эту процедуру, дающую нагрузку на сердце. Знайте, парная это своего рода тренировка, которая действительно может заменить физическую нагрузку. Третье. Постепенно приучайте себя к жару. Не взбирайтесь сразу на верхний полок. Поднимайтесь на такую высоту, где вам хорошо. Четвертое. Если вы замерзли, идя в баню, то перед заходом в парную опустите ноги в таз с теплой водой, а затем прибавьте постепенно более горячей воды. Посидите так 10-15 минут. После того, как вы почувствуете в теле теплоту, можно входить в парилку. Пятое. В гигиенических целях, желательно перед доходом в парну слегка помыться, но при этом мочить голову нельзя, иначе в парной можно вызвать ее перегрев. Далее, вытрите с полотенцем насухо, потому что влага препятствует подотделению, и заходите. Шестое. Желательно надевать на голову какой-то колпак для предохранения от перегрева, и иметь с собой шерстяную рукавичку или специальный скребок для сбрасывания пота, ведь он тоже мешает потеть. Сбрасывая пот шерстяной рукавичкой, вы одновременно очищаете кожу от омертвевшего, ороговевшего слоя. Седьмое. Войдя в парную 3-4 минуты, посидите внизу, привыкните к банному жару, а лучше полежите. Когда вы лежите, жар воздействует на тело более равномерно, мышцы лучше расслабляются, и это дает возможность основательно их пропарить. Итак, поза в парной лежачая либо сидячая по-турецки. Восьмое. Выйдя из парной, постойте под теплым, а затем прохладным душем. Можно резко на 5-10 секунд дать холодную воду или окунуться в бассейн. После этого отдохните, обсохните и направляйтесь домой. Если не желаете повторить, парную процедуру. Как париться с веником? Веники бывают в основном березовые и дубовые. Перед парной их желательно распарить, в результате чего их летучие вещества проникают в тело и благотворно влияют на него. Если веник свежий, его надо слегка сполоснуть, и он готов. Если сухой, то сперва его ополосните, а затем положите в таз теплой водой. Не запаривайте в крутом кипятке. Это неправильно. Быстро опадут листья. Итак, подержав веник в теплой воде, добавьте в таз горячий. Сверху накройте таз другим тазом для лучшей распарки. После этого веник становится мягким и от него струится запах. Можно веник ополоснуть и положить в парной у подножия полока. Он там сам распарится, если баня влажна. Париться с веником нужно так, чтобы нагнетать им горячий воздух к телу, но не стягать. Веником работают плавно, как веером, едва прикасаясь к телу. Вначале проходят по ногам, ягодицам, спине, рукам, от ног до головы и обратно. Так повторяют несколько раз. При работе с веником вы должны ощущать приятный горячий ветерок. Только после этого можно слегка постигать себя веником. Далее разотритесь с веником как мочалкой. Вот то основное, что надо знать при посещении парной. А теперь разберем, в чем разница между сухим паром и влажным. В бане с сухим паром гораздо сильнее осуществляется патоотделение. Горячий сухой пар это сильный ян, который в организме порождает свою противоположность инь, то есть выделяется вода, пот. Благодаря этому достигается более глубокая проработка кожных покровов, организм подсушивается, обильно выделяются шлаки. Сухой пар эффективен от водянок разного рода, на что указывал Авиценна. Сухой пар является антагонистом жизненного принципа ветер, переизбыток которого вызывает в организме сухость и холод. Поэтому сухим паром выгоняет внедрившуюся в организм биопатогенную энергию холода, которая ломит в суставах. Если посмотреть на географию распространения бань с сухим паром, то они в основном находятся на севере Финляндии, Карелии. Ввиду того, что климат там влажный и холодный, народная мудрость противопоставила ему процедуру с сухим паром, который выгоняет холод и сырость. Очень хорош сухой пар для лиц с конституцией слизи. Как известно, переизбыток этого жизненного принципа вносит в организм сырость и холод. Сухой горячий пар будет идеально их уравновешивать. Поэтому полные люди могут похудеть и прекрасно себя чувствовать, пользуясь сухим паром. Влажный пар, несколько затрудняя потоделение сильнее прогревает тело внутри. По своей природе это больше инь, который воздействуя на организм, порождает в нем свою противоположность ян. И действительно влажный пар сильно стимулирует жизненный принцип желчи, состоящий из первоэлементов воды и огня. От этой процедуры улучшается пищеварение, обмен веществ и так далее. На этот факт опять-таки указывал Авиценна, говоря, что баня помогает при несварении, слабости пищеварения и потере аппетита. Чем более влажнее пар, тем лучше он вытесняет из организма биопатогенную энергию сухости, которая приводит к усыханию мяса и тугоподвижности в суставах. Влажная парная, в которой воздух по выражению Санчеса, автора первого обстоятельного трактата о русской бане, столь же теплый, каковым в самой тело его питается, очень полезен лицам с конституцией ветра и пожилым людям. Климат в европейской части России не такой суровый, как на севере, поэтому нет необходимости ни в сильном жаре, ни в сухости. К тому же ученые медики, всесторонне исследовавшие банную процедуру с различной степенью влажности и температуры пришли к выводу, что для лучшего самочувствия и полезного влияния на организм пар должен быть влажным и иметь температуру не более 100 градусов Цельсия. Противопоказания общим банным процедурам следующие. При острых стадиях любых болезней, при обострении хронического заболевания с повышенной температурой, при болезнях сердца, эндокардите, миокардите, перикардите, при воспалении коронарных сосудов, сердечных заболеваний с признаками тахикардии и всех форм гипертонии, сопровождающих сердечной и почечной недостаточностью, малокровии, ярко выраженном склерозе сосудов, эпилепсии и некоторых других. Теперь разберем очень важный вопрос, как вести себя после банной процедуры. Ввиду того, что за один сеанс человек теряет в парилке с потом от 500 до 1500 граммов воды, ему хочется пить, и многие после парной пьют чай, пиво и тому подобное. Это далеко не лучший вариант, можно поступать намного лучше. Потеря с организмом воды раскрывает широкое поле для обновления организма с помощью сокотерапии. Потея, вы теряете жидкость со шлаками и прочими вредными веществами, а употребляя свежевыжатые соки, овощи и фруктов, набираете чистую, структурированную, насыщенную биоплазмой и биологически активными веществами в воду. Это большая разница. Причем все происходит естественно, без надрывов, нежели процедуры детоксикации организма, описанные в томе первом целительных сил, требующие заморских фруктов и собственных жизненных сил. Вы три дня будете принимать слабительно и сидеть на унитазе, выпуская из себя от трех до четырех литров зашлакованной жидкости. Сделав расподобную чистку, вы вряд ли захотите ее повторить. Зато, принимая парную два-три раза в неделю, вы всего за три недели проведете подобную детоксикацию. При этом будете наслаждаться теплотой пара, два-три захода по пять-десять минут каждый, бодростью холодной воды и божественным вкусом свежевыжатых соков. Итак, придя домой, сразу же приготовьте и выпейте пол-литра или более морковного сока, либо яблочного и свекольного. 450 грамм яблочного плюс примерно 50-20 граммов свекольного, либо других по сезону. Далее можете есть салат и каши. В течение дня выпейте еще раз столько же сока. Рецептура соков описана в том и первом разделе сокотерапия. Последующие после парной дни придерживайтесь правильного питания, а после следующей парной обратно принимайте массированную сокотерапию. Местные паровые процедуры. Опишем три наиболее широко распространенные местные паровые процедуры для головы, ног и низа живота. Первая паровая процедура для головы. Она предназначена для очищения кожи лица, головы, смягчения и удаления плотного содержимого гайморовых и лобных пазух, очищения носоглотки и при простудах. Хорошо размягчает мокроты в легких, помогает при болях в плечах и шее. Продолжительность этой процедуры, как и вообще всех других местных процедур с паром составляет 15-20 минут. Не рекомендуется выполнять более 2-3 таких процедур за одну неделю. Они сильно расслабляют организм. После этой процедуры рекомендуется принять прохладный душ, не замочив головы в течении 10-30 секунд. Затем необходимо интенсивно подвигаться для разогрева тела и полного высыхания. Выполняется эта процедура так. Берется большое шерстяное одеяло и два стула. Один высокий для сидения, а другой пониже для посуды. В качестве образователя пара можно использовать только что сваренную картошку, просто кипяток, нагревать и класть в воду камни и тому подобное. Раздевшись до пояса, вы ставите источник пара на нижний стул, сами садитесь на верхний и накрываете себя одеялом. Наклоном головы к источнику пара регулируйте прогрев головы. Желательно в воду добавлять травы, шалфей, мяту, бузину, подорожник, липовый цвет, крапиву, сенную труху, но лучше всего ложка смолотого укропа. Второе парная процедура для ног. Она рекомендуется при различных болезнях ног. Сильный кожный пот, опухоли ног, застой крови, холод в ногах, а также при сухих ногах. Выполняется она так. В тазик наливается кипяток, сверху кладется небольшая дощечка для ног. Вы садитесь на стул, ставите ноги на дощечку, укутываете хорошенько ноги шерстяным одеялом и принимаете процедуру. Выполнять один-два раза в неделю с последующим прохладным или холодным обливанием. Третья паровая процедура для низа живота. Для этой процедуры можно использовать ведро. Сверху ведра положите дощечку или сидение от унитаза. Далее наполните одну треть ведра кипятком, садитесь обнаженным на дощечку и укутывайте себя одеялом по пояс, чтобы пар не уходил, а туловище было на воздухе. Обнажена только нижняя часть тела. Такое прогревание очень важно для растворения и выведения патологических образований, скапливающихся в малом тазу. Очень хорошо эта процедура для женщин с различными родозастоями, кистами, а также при болезнях почек, мочевого пузыря, геморроя и так далее. Ввиду того, что прогревание этой части тела способствует обильному ленью, то после 15-20 минут выше указанной процедуры, когда обильно выделяется пот, лучше всего лечь в постель и попотеть еще там некоторое время. И только после этого провести краткое воздействие холодом. Как всегда в воду рекомендуется добавлять травы, отвар полевого хвоща для налаживания мочи отделения, при болезнях почек и мочевых камнях отвар овсяной солому, осенную труху используют при запорах. Основные правила и рекомендации при водных процедурах. Мы с вами подошли к концу данной главы. Неоспоримая важность, эффективность, доступность и простота применения делают водные процедуры одним из мощных природных оздоровительных факторов. Величайшей глупостью будет не использовать это даровое богатство. Но чтобы не обжечься на воде повторим еще раз основные правила и рекомендации при использовании водных процедур скрупулезно выверенных нашими предками. Первое. Теплое купание заверши прохладным. Теплая вода обессиливает и расслабляет то есть она инь. Холодная стимулирует и укрепляет то есть она янь. Сочетание теплого и холодного закаляет тело и способствует здоровому развитию. Инь и Янь уравновешены. Второе. Применяй холодные процедуры на теплое тело. Если не соблюдать этого правила особенно в холодное время года то рано или поздно биопатогенная энергия сухости или холода или совместно проникнет в ваше тело и вызовет неприятности. Мало кто знает что наизакаленнейший человек современности Порфирий Иванов любивший холод и боготворивший его все же раз в неделю у себя дома устраивал настоящую парную чтобы вытеснить эту энергию. Третье. Не вытирайтесь после применения водных процедур. На границах раздела сред образуется особо активная зона в которой энергетические процессы значительно сильнее чем в глубине. Когда мы не вытираемся эти чудо процессы отдаривают организм дополнительной энергией. Поэтому после применения любой водной процедуры заходите в теплое помещение без сквозняков и активно двигайтесь, согревайтесь и обсыхайте. Можно на мокрое тело надевать одежду. Помимо этого происходит равномерное и правильное распределение природного тепла. Согласно взглядам КНЕПа внутреннее тепло тела пользуется находящимися на наружных покровах водой как материалом для образования наибольшего интенсивного тепла. Четвертое на сильный жар не налагай сильный холод. Если имеется жар от воспаления там много крови то нужно поступать следующим образом не уничтожать его сильной холодовой процедурой а распределяя кровь по всему телу применяя водные процедуры на противоположные части тела например от жара болит голова делай компрессы на ноги Пятое холодные процедуры используют чаще чем теплые прохладные купания и обливания при правильном применении стимулируют наш организм их можно использовать в течение дня дважды а в жаркое время года и чаще теплое купание способствует очищению кожи ввиду того что за сутки в нормальных условиях выделяется через поры 500 граммов пота его надо смывать для этого достаточно ежедневно принимать теплый душ завершив процедуру прохладным за дни сутки в среднем отмирает и восстанавливается 1,20 часть кожного покрова полное обновление кожи происходит за 20 дней отмерзшие ороговевшие клетки образуют слой который затрудняет кожное дыхание и выделение шлаков к тому же отмерзшие клетки представляют собой питательную среду для микроорганизмов чем больше слой отмерзшей кожи тем лучше жить колонием микробов чтобы не допускать выше указанного ухаживайте за своей кожей применяя раз в неделю горячей ванны или парну зимой это можно делать два раза в неделю вытесняя заодно сухость и холод шестое теплая вода растворяет а холодно удаляет используйте эти особенности водных процедур для борьбы со своими недугами как это делал Порфирий Иванов вот что он говорил ведь что я открыл не только баня сауна очищает но и холод еще лучше выметает из организма слизь грязь всякую ах дети мои милые если бы вы знали что такое холод какая-то сила какая радость какая благодать как он лечит как он чистит как он укрепляет каждую клеточку и пробуждает центральную клетку мозга и всю нервную систему каждый сосуд какое счастье и здоровье дарит если теплота в организме производит деструктивные процессы связанные с распадом растворением то холодно наоборот производит структуризацию телесных структур с выдавливанием наружу всего лишнего и действительно вода выбрасывает из себя вон все при кипячении и при замерзании седьмое применяя водные процедуры всегда учитывая свою конституцию а применение этого правила повторяется в каждой главе и так лицам с конституцией слизи больше подойдет теплые и сухие процедуры с конституцией желчи умеренные с конституцией ветра влажные и теплые лицам последнего типа водные процедуры нужно делать чаще чем первым двум начав регулярно применять водные процедуры особенно закаливающего характера вы убедитесь в ценности изложенных рекомендаций заключение ко второму тому из содержания этой книги становится очевидным что здоровье человека можно изменять в сторону как улучшения так и ухудшения над ним необходимо постоянно трудиться укреплять его правильным очищением и питанием разумно поддерживать биосинтез и биоэнергетику лекарственный подход так широко распространенный сейчас путь в никуда а вот вдумчивая работа с собственным организмом по поддержанию биосинтеза путь к долгой и полноценной жизни именно этот путь указывали все выдающиеся врачи древности и современности и так этот путь в достаточном объеме изложен в первых двух томах серии целительные силы в томе три целительных сил посвященном биоритмологии и разбору разнообразных оздоровительных систем разъяснено как грамотно и с учетом многочисленных факторов создать собственную систему оздоровления и профилактики старости никогда слепо не копируйте системы оздоровления авторы этих систем подобрали оздоровительные средства для себя и получили хорошие результаты такая работа в основном была проведена именно интуитивном уровне мы с вами зная теперь общие закономерности можем со стопроцентной точностью подобрать индивидуальную оздоровительную систему которая учитывает три наиглавнейших факторов индивидуальную конституцию наш возраст и влияние сезонов года без учета этого любая система обречена на неудачу здоровья и счастья вам а также полноценного знания 11.10.1992 года был написан сей том что исследование м видео какие то лежит ю وجит d иногда и д обра в до 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 Продолжение следует...